Музыка Ежегодно у мемориального комплекса, посвященного воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, проводится торжественный митинг. В этом году его посетили более 50 человек. Среди них ветераны войны и труда, представители депутатского корпуса и администрации округа. Один из советских писателей, находясь в фашистских застенках, Муса Джалиль, писал «Я жить хочу, чтобы родине отдать последнее сердце движущий толчок, чтобы я и умирая мог сказать, что умираю за отчизну мать». Это очень вдумчивые, глубокие слова. «Мы сегодня будем вспоминать о тех, кто отдал во имя нашей с вами жизни свою». Своими эмоциями поделилась ветеран труда Татьяна Кормакова. Она прочитала присутствующим стихотворение собственного сочинения. «Но снова солнце, майский день, и нет тех страшных туч, что наводили тень. Нет самолетов черных и с крестом. Как хорошо, что было все тогда, а не потом. Чем больше лет мы без войны, тем меньше у вас живых защитников осталось. Здоровья всем живым и тишины, а не прошедшим к нам с войны, молчанием только вспоминать осталось». Как известно, война задела горем каждую семью в нашей стране. В этот день многие вспоминают своих близких – родителей, бабушек и дедушек. «В каждой семье есть своя история. И накануне 9 мая я всегда вспоминаю своего отца, который встретил войну командиром пулеметного взвода в Ленинградском округе. И понимая трагедию тех лет, хочу сказать, что из девяти человек семьи отца выжил только один – он. И дожил до победы, и восстанавливал страну после победы». С каждым годом ветеранов становится все меньше, но память об их подвиге живет в сердцах юного поколения. Дети учат стихи о Великой Победе и делятся историями о своих героях. «У меня был дедушка, он был летчиком, и он летал спасать наших военных, которых подстрелили, и сообщал это командиру». «У меня дедушка Алексей Миляев был летчиком. Он погиб уже после победы, после войны. Я испытываю радость, что он прошел войну, подарил мир. Мы сейчас живем в таком мире, где счастье, добро». Последние выстрелы Великой Отечественной войны прозвучали 76 лет назад. В память о подвиге советских солдат сегодня звучат лишь выстрелы салюта. Александра Столярова, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видное ТВ.